технологии достаточно простая спорта вы используя сотовую связь и радиовышки по сути дела все что передает радиочастотный сигнал можно воздействовать на человека путем направленного звука я думаю если вы не идет можете найти в интернете видео приколы скажем так в библиотеке где парень стебется направляет специальную панель или можете посмотреть рекламу боржоми просто поизучайте направленный звук и уже очень многое для себя откроете интересно что самое интересное а потом задайтесь вопросом как человек за несколько недель может таким образом свариться я думаю те люди которые захотят узнать каким образом ими манипулируют секретные организации то есть те люди которые любят всякие теории заговоры и так далее действительно хотят разобраться что же за дерьмо происходит как из них могут делать лохов на примере моем расскажу так что у меня развели просто на все мои деньги у меня была квартира которая продал за 5 8 миллионов отнес деньги в так ему потом еще по глупости поделился технологиями это агрегирующая платформа скажем так почта будущего которого будет включать себя скажем так ну что такое агрегирующая платформа это договоренности со всеми почтами увязаны в одну электронную систему которая может по сути дела управлять процессами ну представьте и неуэй не дэй которая после выхода на рынок начала контролировать стоимость авиабилетов или допустим я поделился другим проектом который тоже может быть реализован тоже агрегирующая платформа на основе мобильного телефона когда ты сканируешь qr-код скидки и он тебя остается в приложении больше тебе не нужны никакие пластиковые карточки ты подходишь на кассу а у тебя в одном приложении все скидки я также поделился другими интересными технологиями если можно таким образом направленно использовать звук то можно действительно человеку на ночь пытаться направлена в голову внушать некоторые мысли допустим даже обучать его каким-то образом или направлять на какие-то действия а теперь представьте как могут сбыться пророчества когда люди начнут кидаться друг на друга падать заживо а мне кажется уже очень многие пророчества сбывается не заметили какое сумасшествие приходит мир что вокруг происходит мне кажется армагеддон не за горами поэтому даже самые неверующие скоро начнут верить но во всяком случае эти ребята к этому так и стараются посмотрите также наверное вступление на яндексе найдете мой вопрос про и про компьютеры что будет если те люди которые обладают черными замыслами взрастят электронного монстра этот электронный монстр захочет поставить весь мир под контроль будет он ли положительным или отрицательным в общем весь вопрос исходя из того что сейчас мы видим как используются технологии скорее всего нас действительно после чипизации ждет клеймо на лбу 666 но увидите опять таки какое у меня красное лицо то есть каким бы образом мне загореть зимой сидя дома у областной прокуратуры наверное это психосоматика раз нервничался вот тем докторам которыми обследовали и вообще все которые участвуют пусть они задутся одним огромным вопросом что же действительно происходит к чему стремится мир и чем это вообще может закончиться вот это самый главный вопрос возможно возможно это посмертное видео потому что я вам объясняю меня заказали ну коли вы видите что со мной происходит знаете нужно быть дебилом чтобы не понимать такие парка покраснение на улице два с половиной интересно как бы меня могло так обморозить наверное где-то находился в морозильной камере одновременно у меня повышенная температура на примере беляева фантастики почитайте вспомните что путем направленного луча а это еще было написано в каких годах путем направленного луча человек раздевался до гола и шел топил практически снег поизучайте научную фантастику вся эта научная фантастика уже давно реализуется поэтому мира всем добра счастья вера в светлое и спасайте свои души просто занимайтесь хотя бы благими делами продолжение значит истории те люди которые интересуются будущем поизучайте как произошло как меня избили втроем возвращались несколько раз человек был со справкой что он сумасшедший дуралей сейчас судя по всему у него там уже не одно криминальное дело они как говорится уже становятся серийными тупицами избивает людей до полусмерти работают за деньги так вот что самое интересное уже больше года дело морозили 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 один из товарищей милиционеров маган убежал наверное все таки верят что-то светлое следующий продолжил дело значит этот милиционер ушел в отпуск взял время на ознакомление я нанял адвоката по глупости ефимкина ефимкин потом ефимкин направил меня к дубинкин суд направили к тишкин тишкину и так произошло что ефимкин с тишкиным из дубинки нам договорили что мне со сломанным черепом сотрясением ставить легкую травму представляете то есть сломать руку это средняя тяжесть а сломает череп и сделать сотрясение средний это легкая тяжесть может себе представить этого мало адвокат сделал все для того чтобы затянуть дело своей красной ленточкой на руке тоже находящийся в секте опять таки за мои деньги что самое смешное кто знал да что так может быть и суть почему заплатил суде потому что судья знаете что сделал закрыл дело просто закрыл дело представляете мне пришлось нанять сейчас другого адвоката чтобы подать апелляцию знаете основание оказывается нет то не явились то еще чурами никто даже повестку не выслал адвокат меня тоже набирал проверьте звонки мы сейчас этим занимаемся раскручиваем это дело понимаете какой происходит беспредел любого из вас за ваши деньги которые вы относите в банк или в какие-нибудь еврейские получается организации выше извините меня ребят я уж ни в коем случае ну вот ни в коем случае не антисемит но получается так что я как будто пришел к овцам дома израилю понимаете как написано писание имя как иисуса христа просто распяли это просто аналогия причем что самое интересное все это предрекал общаясь с родителями общаясь в интернете представляете вся эта грязь происходит вот задумайте что может быть с вами скажем просто задумайтесь смотрите фильм обитаемый остров что происходит с сотовыми вышками когда рядом рядом находятся люди вот тоже самое безумие происходит эти сложно поверить если в этом не разбираться если начинаешь разбираться все это дело похоже на безумие но как мы помним из хорошей фразы любая современная технология сверхтехнология не отличим от магии если люди не в курсе этих технологий вот магия уже наступила она происходит